«Павильоны в тумане» – так назывался наш репортаж, в котором более года назад освещалась ситуация вокруг торговых павильонов напротив Бендерского центрального рынка по улице Советской. По инициативе местных депутатов в 2010 году было принято решение о сносе этих торговых точек с целью наведения порядка. Предполагалось на этом месте расширить улицу, обустроить автостоянку и многое другое. Но в то время исполнительная власть города не согласилась с подобным решением, и договора аренды с предпринимателями были продлены. Люди, занимающиеся малым бизнесом, продолжали работать и платить налоги. Стоит отметить, что плана застройки и реконструкции города, как не было тогда, так нет и сейчас. Однако вопрос сноса павильонов вновь всплыл на повестке дня. Дело в том, что сроки аренды заканчиваются 28 февраля, а продлевать их госадминистрация отказывается. Предприниматели бьют тревогу и обращаются с многочисленными вопросами и к депутатам, и к главе города. При разговоре мы поняли, что мы не находим понимания со стороны депутатов. Они не собираются с нами считаться, они не хотят с нами разговаривать, ни о каких конструктивных решениях речь не идет. То есть исполнение закона. Спросили, какая целесообразность переноса павильонов. Если концепции застройки улицы города нет, если финансирования у города нет, если данный законопроект не включен в генеральный план застройки города, какая целесообразность сейчас убирать и лишать возможности работы более 100 семей, которые питаются в этих павильонах. Какая необходимость? Куда этим людям идти? Как можно в этом государстве самим вкладывать, инвестировать свои какие-то проекты, если нет никакой гарантии сохранения этих инвестиций? Если мы обнажены перед решениями тех же депутатов, и все наши интересы могут в одночасье быть разорваны или взорваны. Вот это вот глубокое неуважение людей сказывается и в этом вопросе тоже. То есть нас никто не приглашал, с нами никто не разговаривал. Просто тупо мне продлевают договор и до свидания. На данный момент, говорю, эти магазины нас кормят. И кормят ни одного человека, как говорила Лобачева Екатерина. Очень многие семьи. Если нас с этих мест просто-напросто уберут, то мы вынуждены будем мигрировать в ближние и дальние зарубежья. То есть последние остатки малого бизнеса, так называемого, уйдут отсюда. Я не знаю, там с одним пенсионером и госбюджетником. Ежемесячно выплачиваем вовремя налоги. Все поборы, которые с нас требуют. Законно, незаконно. Также я, как хозяин, выплачиваю заработную плату. Четыре человека конкретно получают от меня денежные средства. Именно те, которые устраивают их семью. На сегодняшний день стал вопрос о том, что мы можем потерять эти рабочие места. Понятно, что интересы депутатов мешают нам дальше работать. Председатель городского совета депутатов Антон Ануфриенко, по словам предпринимателей, которые побывали у него на приеме, заявил, что он лоббирует свои интересы, а именно хочет видеть город красивым. И то, что 100 человек, минимум предпринимателей, лишатся работы, и 100 семей вынуждены будут решать вопрос мигрировать с города, его вовсе не пугает, потому что ему-то мигрировать не понадобится. Он говорил о том, что его не интересует наше мнение, его даже не интересовало расходование бюджетных средств на такие цели, как просто облагоражение города, когда есть очень много других направлений. Элементарно я ему указал, говорю, посмотрите через окно, дороги не убраны, снег лежит горами, машины не могут проехать, техники нету, чтобы технику закупить нужно, если есть финансы свободные. Он открыто говорит, что у нас есть бюджетные средства, и мы на них будем делать, в ответ на то, откуда они возьмутся. Как горожанин я тоже хочу видеть свой город красивым, но меня беспокоят совершенно другие вещи. Меня беспокоят дороги, по которым невозможно ездить, тротуары, по которым невозможно ходить, не ломая ноги, мусор, который валяется везде абсолютно. Я живу на БАМе рядом с березовой рощей. Выйти с детьми погулять в рощу удовольствия не доставляет, потому что рощу превратили в свалку. Очень много вопросов наболевших, которые тоже надо решать. Давайте составим очередность, что является первостепенным, что второстепенным и так далее. Зачем убирать то, что пополняет городской бюджет? Мы все являемся налогоплательщиками и платим немаленькие налоги в местную казну. Абсолютно ничего не предложили. Нам сказали, что вы шли на риски, любой предприниматель – это риски, и вы получили то, что и искали в плане этого. То есть вы знали, на что шли, но вчера мы вам давали, сегодня мы хотим другим дать, мы другим дадим в этом месте аренду. Мы спросили председателя Бендерского горсовета, чьи и какие интересы он лоббирует. Ну очень интересно, что за вывод такой, что я лоббирую свои интересы. Но если считать, что я за то, чтобы город был красивый, то в этом мой интерес есть. Основная задача, которую мы ставили, вот коллеги депутаты городской совет, еще два года назад, когда принимали это решение, для того, чтобы вернуть городу его былую красоту. Вот этот район, в районе центрального рынка, улица Советская, улица Лозо, уже сегодня видно, что там не проехать нормально не могут машины, в часы пик, в особенности, не пройти, в снегопад все видели, что там творилось. Вот мы даже у нас на сайте здесь выставили фотографию, я уж даже не могу сказать, какого года, когда улица Советская вообще была без нагромождения вот этих вот магазинчиков, бутиков, даже речь идет о тех, которые вдоль самого рынка построены. Это широкий проспект, красивый, где приятно пройдись, прогуляться. С одной стороны, замечательное, красивое здание автовокзала. Да, оно немножко сегодня в запущении, но тем не менее оно есть, если его привести в нормальный вид, то это тоже будет красиво. Выходим на церковь. Мы хотим, чтобы город задышал, мы хотим освободить его от этих павильонов. У нас сегодня уже есть масса торговых центров. Мы знаем, Виктория, Пассаж, в самом рынке, когда-то он был колхозный, сейчас он превратился в универсальный, там торгуют всем, чем ни по пути. В том числе, кстати говоря, многие из тех, кто имеет павильоны здесь, имеют параллельно магазинчики и на территории рынка. Поэтому каких-то своих корыстных интересов не у меня. И я уверен, ни у кого из моих коллег нету, чтобы кого-то выгнать, а самим туда залезть. Необходимо понимать и то, что это не только их заслуга развития этого бизнеса, это инвестиция города в их бизнес. Потому что мы знаем, вот у нас есть информация, какой доход от аренды земли приносит вот один там условный бутик этот. Три с половиной тысячи рублей в год. При том, что мы знаем, что арендная плата уже внутри бутика вот этого магазинчика, в районе 20-25 долларов за квадратный метр в месяц. То есть город инвестирует в их бизнес. Люди там работали, что-то зарабатывали. Это хорошо. Это была временная мера. Нужно было снять напряженность какую-то. Но сегодня, когда уже торговля в городе развита, то мне кажется, и как и моим коллегам, что продолжать эти правоотношения уже нет необходимости. У нас есть перечень 16 предпринимателей и еще 8 юридических лиц. То есть 24 субъекта, не 100. Я не знаю, что там, откуда 100. Конечно, можно спекулировать этим, чем и пытаются заниматься, допустим, представители. Но если брать на чашу весов вот эти два аргумента красота города на ведение порядка или сохранение частного бизнеса с прямой инвестицией города в чей-то частный бизнес, то это неверно. Можно пойти другим путем. Коль скоро они так сильно дорожат, хотя это против концепции, справедливые тогда расценки на стоимость этой земли. Или тогда город сам способен вместо их павильончиков построить свои и сдавать их в аренду по 25-30 долларов за квадратный метр. Я думаю, что тогда ажиотаж такой отпадет. Один из местных депутатов, который раньше сам был предпринимателем, дал совет в приватной беседе не мешать им, депутатам, работать. Вообще, говорит, так в шутку, типа грязный юмор, что вас, говорит, мелких предпринимателей, давно пора на заводы прогнать, чтобы вы не мешали нам работать. Вот их, это так называемое развитие мелкого бизнеса. Предприниматели заостряют внимание на отсутствие плана развития Бендер и, в частности, района рынка. Депутат Коршунов, ныне депутат Верховного Совета, очень красиво рассказывал нам о создании концепции развития нашего города. На сегодняшний день по запросу в архитектуру был такой ответ, что плана реконструкции города нет никакого абсолютно. И те данные, на которые ссылался Антон Николаевич, они очень сомнительны. Предприниматели намерены бороться за свой бизнес до конца. Мы не боимся депутатов и не надо нас пугать. Пожалуйста, начните, депутаты дорогие, отчитываться перед людьми, перед вашими избирателями, что вы делаете и зачем вы это делаете, и что будет в дальнейшем с нашим государством, с нашими людьми, с нашими детьми, с нашими внуками, если мы сохраним подобную политику впредь. Если они не хотят, чтобы мы им платили за аренду земли, мы перестанем платить за аренду земли в силу того, что договоров нет. По какому договору мы платим? Но мы здесь работаем, работали и будем работать. Если нужны будут судебные решения, мы в суд подадим, мы обратимся в Верховный Совет, организуем конференцию, мы пригласим господину Бурлу, мы пригласим господина Гузуна, мы пригласим наших депутатов, мы пригласим представителей госадминистрации. Пусть они начинают нести ответственность за свои решения и за то, как они обращаются с людьми. Что они делают с бизнесом, так называемым малым бизнесом? Всем понятно, что здесь малого бизнеса нет, здесь есть средства выживания, люди здесь выживают. Встреча предпринимателей с главой города не состоялась, но его заместители пообещали создать специальную комиссию, которая будет разбираться в сложившейся ситуации и предложит компромиссное решение. Возможно, тогда и рассеется такой густой туман над этим местом.